Музыка Николай Владимирович, закончился суд по нашим патриотам Финогину, Декишеву, Антонову. Что можете сказать за русских новостей? Защита делает, как всегда, все от них зависящее. Мне отрадно то, что наши товарищи, соратники, мои подзащитные, Финогин, Антонов, Якишев, они держатся бодро, хорошее настроение. Решение суда, оно ожидаемо, потому что у нас нет независимых судей и судебной системы. У нас произошло крушение права. Следующий период их содержания под стражей продлен вплоть до 11 октября. Будем бороться. И начало борьбы может быть не похожим на ее конец. Скажите, фамилия судьи для истории? Судья Астафьева, тут какую фамилию судьи не назови, они все останутся в истории, поскольку статистика о том, чтобы меняли меру пресечения с ареста на какую-то другую, не связанную с изоляцией от общества, она секретная, как обычно, скрывается. И эти цифры, они максимально стремятся к нулю. Я знаю из своей адвокатской практики, из общения с моими коллегами, что вооруженным там бандитам, вымогателям по 162, 163 статье и другим серьезным криминальным статьям дается домашний арест, потом переводится под залог, они там скрываются от следствия и суда, а то и вообще подписка о ней в выезде. Вот какие, к сожалению, чудовищные вещи в условиях крушения всей правовой системы и отсутствия независимых судов у нас происходят в нашем россиянском королевстве. И, насколько известно, завтра у вас тоже суд. Завтра будет интересный суд, уважаемые друзья, в Хомуническом районном суде 8 июля в 16 часов, зал номер 10. Мы предъявили административный иск с моим коллегой Сухановым против генерального штаба, но речь идет не столько о генеральном штабе, сколько о возможном нахождении воинских подразделений, народно-освободительной армии Китая, которые не были выведены за пределы Российской Федерации, когда они участвовали в прошлом и в позапрошлом году на территории нашей страны. Данная информация, мы будем настаивать, не является секретной. И по закону о гостайне ссылка ответчика на статью 7, она несостоятельна. Почему этот административный иск, казалось бы, такой достаточно абстрактный, кто не понимает его сути, он очень актуальный. Почему? Потому что серьезные события грядут у нас в России. Возможно, даже и революция, и социальные бунты, и все к этому идет, к большому сожалению. Но это я вынужден с прискорбием констатировать. Так вот, если брать историю, то интернациональные китайские карательные отряды, они участвовали в геноциде против русского народа в 1917-1922 году. И вот чтобы снова не было повторения этой трагической страницы истории, что касается китайцев, на это направлен наш иск. Мы просим ответить Генштаб. Есть китайские воинские формирования на территории Российской Федерации или нет? Что они скрывают? Общественность должна об этом знать. Хотя бы на основании части 3, 41 статьи действующей Конституции, которая говорит о том, что все события, обстоятельства, которые затрагивают права, законы, интересы граждан, могут угрожать жизни, здоровью. Их они должны, безусловно, доводиться до населения. Поэтому, кто будет в Москве, приходите, поддерживайте. Видите, насколько у нас диапазон приложения наших усилий, юридических, гражданских, общественных, он очень широк. Дело это НОРС, сфабрикованное. Боремся вот с этими демонами из генерального штаба, которые утаивают информацию. А они ответят? Посмотрим завтра, они должны ответить. Да, они могут и врать, они могут завтра не явиться. Но все равно мы будем продолжать настойчиво добиваться наших тактических целей. А наша стратегическая задача – это установление в России русской власти. Тогда всем будет хорошо. Всем желаю хорошего настроения провести лето с толком, поскольку события у нас в России грядут серьезные. Вся система власти вертикально гнилая, экономика идет в разнос, судебная система коллапсирует. Но мы полны надежд и оптимизма, что русская власть в России установится, и она нас всех спасет. И от коронавируса, и от экономических неурядиц. И освободим всех патриотов и привлечем к ответственности всех врагов русского народа за тот геноцид, который они учинили, начиная еще с 1917 года. И все это продолжается до наших дней. Слава всем нам! Субтитры создавал DimaTorzok